Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, я этого не планировал. Но когда я закончу с вами сегодня, ваш мир перевернется, и ваш взгляд на биткоин будет другим. Давайте поговорим о том, о чем я расскажу вам сегодня. Я прошелся по некоторым статистикам и просто... Вау! Что за хрень? Почему об этом никто не говорит? Давайте перейдем сразу к сути, буду максимально краток. Однако я хочу, чтобы вы понимали всю важность графиков, которые я сейчас покажу вам на биткоине. Дамы и господа, спасибо за то, что постоянно приходите на канал, за то, что ставите лайки, комментируете, подписываетесь. Если вам нравятся такие видео, неважно где я нахожусь и что я делаю, например, сейчас я в самолете. Но это не удержало меня от того, чтобы записать это видео для вас. Знаете, давайте-ка я отсюда уйду, потому что здесь как-то слишком шумно. Давайте пойдем в спальню. Я покажу вам один график, и, как я вам сказал ранее, когда я с вами закончу, ваш мир уже не будет прежним. Как вы знаете, я большой фанат ончейнметрики. Впервые за долгое время у нас есть шанс взглянуть на биткоин. С точки зрения, с которой у нас никогда не было шанса посмотреть на любой актив в истории. Блокчейн полностью прозрачен, и мы можем смотреть любые данные. Когда люди продают, когда люди держат биткоин. Насколько у нас много долгосрочных холдеров, насколько много краткосрочных. Насколько спекуляции сейчас высокие, или они слишком низкие. И вот сейчас мы в такой точке на биткоине, когда, судя по графикам, фундаментально, у нас никогда не было более бычьего настроя, чем сейчас. Фундаментально биткоин никогда не был настолько же бычьим, чем даже на 69 тысячах, даже когда был на бычьем максимуме в 2017 году. Есть много разных вещей, которыми я могу это подтвердить. Но я хочу, чтобы вы взглянули на вот это. Посмотрите. Это предложение долгосрочных и среднесрочных холдеров. Как вы видите, у нас есть черная линия. Это биткоин. Цена биткоина. Также есть голубая область, которая представляет собой долгосрочных холдеров биткоина. Давайте посмотрим, какие проценты сейчас. 74% предложения. Также у нас есть предложение краткосрочных холдеров. И да, я еще объясню, что все это значит. Находится она примерно на 30%. И также есть баланс бирж, который уменьшается уже долгое время. Вот эта биржевая область становится все более узкой в последний год. И давайте начнем вот с этого. Это очень важно. Поскольку чем больше биткоина находится на балансах бирж в процентах, тем больше в процентах. У нас давление от продавцов на биткоине, которые сидят на биржах и готовятся продать. Чем меньше их на биржах, тем меньше готовы продать. Чем меньше их на биржах, тем больше дефицита у нас на открытом рынке, что определяет цену. Это, опять же, хорошо для биткоина. Давайте посмотрим на две остальные метрики. Краткосрочные и долгосрочные холдеры. Чем больше долгосрочных холдеров у нас есть в процентах, тем больше сильных рук на биткоине. Больше биткоина хранится на кошельках, которые контролируют люди, которые маловероятно продадут. Поскольку до этого они держали биткоин в долгосрок, то сейчас у нас, по сути, самый рекорд на уровне в 74%. И это, да мои господа, просто взрывает мозг. Серьезно, учитывая то, что мы сейчас находимся на медвежьем рынке, мы только-только выходим из полуторагодового медвежьего рынка. Сейчас предложение у краткосрочных холдеров гораздо меньше, чем было в последние несколько лет. И сильно уменьшается. Это означает, если все подытожить, доступный баланс, который можно продать на биржах сейчас, меньше, чем за последние несколько лет. Количество биткоина, которое держится у краткосрочных холдеров, у спекуляторов, которые, скорее всего, продадут, уже не на биржах, а именно на кошельках, гораздо меньше, чем был раньше. По сути, такого никогда не было. Я сейчас смотрю на график, и по сути, за последние 10 лет настолько мало его не было. В процентах, конечно. И количество долгосрочных холдеров на биткоине буквально сегодня достигло рекорда. Так что то, на что мы смотрим сейчас, дамы и господа, это самое дефицитное предложение биткоина, которое когда-либо у нас было во всей истории. Если это не делает вас быком, нахер все эти RSI, паттерны, да вообще все, новости с BlackRock и прочее, все это не важно, если просто посмотреть на самую базу, посмотреть на ончейн метрики на биткоине. У нас никогда не было такого дефицита на биткоине, а значит, что у нас никогда не было такого бычьего биткоина. Цена биткоина, по сути, зависит от предложения и спроса. И поскольку спрос растет с каждым годом, мы это в общем-то наблюдаем постоянно. С количеством адресов с биткоином, с количеством холдеров биткоина, с количеством людей, которые держат биткоин, и конечно с объемом на биржах и так далее. И конечно с учетом новостей и всего остального. В общем, мы никогда не видели биткоин настолько бычим. Напишите, что вы думаете об этом. И как обычно, да мои господа, я оставлю внизу в описании. Кстати, давайте-ка покажу вам кое-что. У меня тут есть спальня, также душ, туалет. Действительно круто. Очень неплохой такой джет. Есть зал для совещаний, есть что-то типа гостиной. Это 737. Ну да ладно. Довольно крутой джет, но я не для этого видео записываю. Просто подумал, что кому-нибудь будет интересно. Итак, я оставлю ссылку внизу в описании, если хотите присоединиться к нашему торговому турниру и получить 8 миллионов долларов. Я не знаю, конечно, я не считал, но шансы довольно высокие получить приз на этом турнире. Особенно учитывая то, что ты показываешь свой скилл, и можешь выиграть часть призового фонда в 8 миллионов долларов. Ссылка внизу в описании. Кликайте, регистрируйте, сделайте депозит, присоединяйтесь к нашей команде. Это займет секунд 10-20. И после этого сможете побороться за призовой фонд в 8 миллионов. Спасибо за просмотр. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, ребята, пока-пока. Продолжение следует...